Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово сегодня. Хочу говорить сегодня об замечательной женщине Библии по имени Анна. Это мать Самуила, особенная женщина. Мы читаем о ней первой книги царств. Да, это была интересная семья по тем временам. Иногда у нее мужей были две жены. И вот так же было у ее мужа две жены. Одна имела детей, а Анна не имела детей. И та ее постоянно поклевывала, постоянно ее где-то ущемляла. А Анна плакала и просила, Господи, дай мне ребенка. И вот они пришли тогда вот к тому священнику, к тому времени, чтобы там принести Богу жертвоприношение. И вот она там молится. Я прочитаю это вот из первой книги царств, первой главы 10 стиха. «И была она в скорби души, и молилась Господа, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи всемогущий Божий Саваок, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина из Игоря не будет он пить, и бритва не коснется головы его». И вот она молится, молится столько, иступлено долго. И священник, так сказать, Илья, наблюдает за ней. Ему кажется, она пьяная, потому что она вот так долго, так она вся, видимо, она в такой своей молитве. И он подходит к ней и говорит, «Ты что, пьяная?» И говорит ей, «Да коли ты будешь пьяной, вытрясись от вина твоего, иди от лица Господня». И отвечала Анна, сказал, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина из сикера я не пила, но изливаю душу мой перед Господом, не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илья и сказал, «Иди с миром, и Бог Израиля исполнит решение твое, как ты просила у него». Вот так, да, было это здорово. Она хотела ребенка, но как она хотела? Насколько сильно? И мы видим, что вот ее решение – отдать ребенка маленьким, потом, так сказать, священнический дом. Кстати, мы про дом Илья слышим, что там не очень-то был уж такой хороший дом. Ему сыновья не слушались его, делали, что хотели. Илья сам был Божий человек, но не мог влиять на своих детей. Это ему вменилось потом и в беду, просто в беду, когда они все погибли. Но, тем не менее, она помещала. Она видела только доброе в этом доме. И вот она молится. Молится не просто, а молится вся, всей душой, всем своим существом. Так что человек заметил, она уже и не слышно, так, кстати, что в ней происходит. Ну, как будто бы она была не в себе. И он к ней подходит, говорит, «Ну, долго уже, ну что это такое? Ты что, пьяна?» «Нет! Я молюсь Богу, я даю ему обед. Если ребеночка Бог даст мужеского пола, он будет служить Богу всю жизнь. Я отдам его еще ребенком здесь на служение в этот дом Божий». Интересно, она полностью держала слово. Самуил стал великим пророком, стал большим, действительно, пророком, в котором мы не читаем ничего негативного. О некоторых мы все равно читаем, о царях, о судьях. Они что-то сделали не так. Но у Самуила, ну, все было просто очень правильно. Все. И он, так сказать, всегда служил Богу. Очень много молился. Он, так сказать, который поставил первого царя потом в Израиле. Он, который благословил Давида. Он, который печалился, когда Саул, так сказать, поступал неправильно и мог молиться по-настоящему. Это был настоящий муж Божий. Единственное, что про него читаем, что было не совсем понятно. Его сыновья не шли его путями. Они уже не были такими судьями, как он. Потому что он никогда ни с кого не взял ни взятки, ни кого, так сказать, не осудил несправедливо. Бог был с ним. Но мне хочется говорить об Анне. Вот насколько должно быть сильное желание у женщины, чтобы она сказала, я рожу ребенка и отдам его Богу. И мы знаем, потом, позже она, так сказать, действительно, видимо, три годика, сколько она кормила грудью. Потом встал мальчик такой, отправила его туда. И вот она ежегодно приходит, приносит ему новый эфон. Она ему приносит там какое-то жертвенное приношение. Ну и отдала его. Все. Бог благословил, дал ей еще и потом других детей. Но она свое решение выдержала. Вот, знаете, я много раз встречал людей, которые покаялись. Были даже в самолете. Самолет колебит, шатается, начинает молиться, начинает, так сказать, Бог, помоги, так сказать, если я приземлюсь, я тебе буду служить. Но только приземляется самолет, он забывает. Очень часто люди про это говорили. Их, так сказать, Бог пронес через всякие, услышал их молитвы. И они сказали, я буду то и то делать. Но не исполнили. А эта женщина, я думаю, исполнила даже больше, чем она могла. И мы видим, каким благословением стал этот мальчик в доме. Собственно, в доме-то не очень-то правильном, но когда Бог с ним, вот с этим Самуилом, сыном Анны, то как-то он его смог и там воспитать и сделать из него замечательного служителя Божьего. Я так благодарен за эту Анну. Я как-то просматривал в интернете скульптуры, которые посвящены Анне. Как она молилась. Вот мы думаем иногда, ведь некоторые так красиво молятся, все могут так правильно. А вот здесь была молитва, которую Бог услышал. И Илий, он заметил, эта женщина молилась действительно так. Он говорит, иди с миром. Бог услышал твою молитву. Вот так он со стороны это увидел или получил от Бога. Потому что когда человек молится, действительно, искренне Бог его слышит. Слава ему за это. Аминь. Слава ему за это.